Мы вернулись в студию. Господин Президент, у меня очень много еще вопросов, мало времени. Я хотел, чтобы завершить тему украденного миллиарда. Конечно, одно с другим не связано, но хотел задать вопрос про Плохотнюка. Почему не связано? Все связано, да? Ну, презумпция невиновности, я это имею в виду. Понимаю, но все, и парламентская комиссия, и все говорят, что бенефициар. Минувшей ночью он объявился в социальных сетях, написал, что с ним все хорошо, потому что ранее господин Усатый вечером сказал, что он арестован за нарушение миграционного законодательства. Я знаю, что вы вчера встречались с послом США. Сообщение ваше было предельно короткое, предельно краткое, хотя... И корректное. И корректное. Думаю, что так, я полагаю. Не знаю, когда последний раз встречались перед этим, но помню, что 13 января вы тоже встречались с послом США. Тоже 13? Тоже 13 января, когда были объявлены санкции против Плохотнюка. Это было 13 января понедельник. И вы тогда тоже встречались. Вчера тоже обсуждали ситуацию с господином Плохотним? Конечно, обсуждали этот вопрос, потому что мы же в прошлом году еще подали запрос, чтобы нас проинформировали официально, находится ли он там или нет. Нас проинформировали, правда, не письмом, но так, тоже официально. Подтвердили, что он там. Подтвердили, что он там. Сейчас они просят, чтобы мы официально дали все документы для того, чтобы его экстрадировать. Проблема в том, что все, что было сделано до сих пор прокурорами, включая некоторыми прокурорами осенью прошлого года, это все Филькина грамота. И сами следователи ФБР из Соединенных Штатов говорят, слушайте, ребята, по этим это не то. По этим обвинениям вы никогда никого не посадите. И у нас складывается впечатление, что все, что было сделано до сих пор, специально было сделано так, как и по Шору, кстати. Суд, который длится уже, там специально было озабочено так, это мыльные пузыри. Для того, чтобы делать вид бурной деятельности, а в реальности ничего там не было. Поэтому для того, чтобы все было оформлено правильно, и чтобы мы не попали в ситуацию, как было последние несколько лет, сейчас прокурор очень системно этим вопросом и занимается. И в рамках вот этих действий, которые были на прошлой неделе. Поэтому мы, конечно, этот вопрос обсуждали с господином послом Соединенных Штатов. Довольно детально был я, один представитель, который еще раз рассказал нам про процедуру. Я знаю, что есть хорошее сотрудничество между нашими органами, прокуратурой, Чиня и ФБР, и другими органами из Соединенных Штатов. Но там, чтобы понимали, есть политическое заявление, четкое, госдепа, который говорит, что нужно его... Замешиваем в коррупционных ситуациях. Да, но есть судебная система Соединенных Штатов. Которая просто так не принимает. Которая просто так не принимает решение. Они ждут конкретные... И я знаю, что 13 января, когда принималось это решение, это, в принципе, была инициатива США. Потому что тех документов, которые были в США, было явно недостаточно. То есть они говорили, что Молдова предприняла, и вы сейчас подтвердили, факт, что... Недостаточно. ...было сделано слишком мало. И до сих пор он не объявлен в международный розыск. Нет, по международному розыску можно объявлять на основании тех документов, которые у нас были. Но он не объявлен интерполным международным. Они объявлены интерполом, и мы неоднократно обращались в интерпол, но мы знаем, где он находится. Поэтому в этом случае мы можем напрямую обращаться в Соединенные Штаты. То, что мы и сделали. И сейчас нам наши партнеры, коллеги, уважаемые из Америки, говорят, что вот этого недостаточно. Дайте нам дополнительно. Но я вчера сказал, вы же сами объявили, что он вор там, и так далее. У вас есть информация. Давайте как-то дела вместе, и будем делать доброе дело. Ну, хочу подтвердить, что у нас хорошее сотрудничество с американцами в этом направлении. Я надеюсь, что движение будет и будет очень быстро. Вы сказали, что он должен вернуться в Молдову в наручниках. Позиция не поменялась. Вы не опасаетесь, что он вернется в Молдову в наручниках, зайдет в 13-е пенитенциарное учреждение, а через неделю суд вынесет решение, что он невиновен отпустить под судебный контроль или вообще отпустить. И у него остались прокуроры, судьи и так далее, и так далее, и так далее. Не опасаюсь этого. Я думаю, что он больше опасается возвращаться в Молдову. Потому что есть много нежелающих и много тех, которые хотели бы с ним поговорить. Поэтому мне кажется, что проблема не в этом. Не в этом проблема. Проблема в том, что нужно побыстрее закончить все процедуры, для того, чтобы наши партнеры из Соединенных Штатов все-таки приняли решение и отдали его Молдове, для того, чтобы отвечал перед законом. Вчера посольство США было более щедрое на сообщение для прессы, чем вы. И они сообщили некоторые детали о встрече. В частности, было написано, что шла речь о стадионе. Прошло много времени. Решение по стадиону как не было, так и нет. И нету такого решения. И что быть? И мы об этом с вами говорили. Я понимаю наших американских партнеров, потому что им все обещали. Плохотнюк им обещал и вез с морковкой. Спекулировали, да. Да, Плохотнюк морковкой послал Соединенных Штатов, и американцы это заманили. Ну, мы помним решение в июне правительства. Не только в июне. Были законы и так далее. Потом Майя Санду обещала, ничего не сделала. И они сейчас говорят, что давайте вы сделаете. Мой вопрос очень простой, господин партнера. Мы понимаем, что правительство взяло на себя обязательства. Четыре правительства, три за последние 4-5 лет. Вам все обещали, никто не сделал. Почему это правительство? Вы думаете, что это вопрос должно быстренько решить и так далее, и так далее. Это первый момент. Второй. Они где-то правы со своей стороны. В чем? Мне говорят, нас не интересует кто правительство. Преемственность власти. Нас не интересует кто правительство. Вот есть закон, у нас есть договоренность. Вы исполняете или не исполняете? Или отменяете закон. Или отменяете закон. Правильно. Я понимаю, я не правы. Нет, конечно правы. Они говорят, слушайте, мы партнеры, мы там помогаем, мы вам дорогу построили на Сороку. А вы обещали все правительства, ничего не сделали. Это второй пункт всего этого. Третий. Есть мнение горожан, которые с этим не очень согласны, чтобы мы отдали этот участок. И четвертый важный момент. Мы в любом случае должны что-то там делать, потому что в центре Кишинева бомжи. Господин президент, есть несколько вопросов, есть бомжи, 20 беспризорников, вот человек в Кишиневе, 20 беспризорников там живет. Это центр Кишинева, там полный хаос. 13 лет. С 2008-го. С 2007-го. В 2007-го. С 2007-го года там полный бардак. Там партия Шора где-то рядышком. Поэтому с этим, там 25% территории уже прибрали, кто-то через суды и так далее. Поэтому принципиальное решение нужно принять, что мы делаем на том месте. Еще этого решения нет. Но оставлять так дальше это невозможно. Невозможно, потому что это центр Кишинева. Я высказывал свое мнение. Мне кажется, нужно поставить четкие, жесткие условия США, каким это должно быть здание. Они даже обязуются сохранять эти арки, как было в стадионе и так далее. И оккультурить это место. Господин Голи, нет у нас в сегодняшний момент решения по этому вопросу. Понятно. Несколько вопросов телезрителей, буквально телеграфно, чтобы зрители не были обижены. Когда будет следующая, Василий Моисеенко, следующая встреча с лидером Левобережья Днестра? Я надеюсь, в ближайшее время. Обсуждается что-то? Мы должны посмотреть по текущим вопросам, которые не были решены. У них есть дополнительные к нам предложения по поводу банковской системы и так далее. У нас заканчивается соглашение по электроэнергию 1 апреля. Через 2 недели, через 3 заканчивается то, что мы покупаем с Молдатской ГРЭС. Контракт заканчивается. Кстати, по коронавирусу, я знаю, что тесты передаются в Кишинев, да? У нас есть полное взаимодействие, здесь никаких проблем нет. Поэтому нужно встречаться, и я надеюсь, что это будет в ближайшей неделе. Я очень надеюсь, что мы встретимся для того, чтобы обсудить вот эту текущую повестку дня. В Молдове побывала с визитом Дуния Миятович, комиссар по правам человека. Я сегодня встречался. Этот же зритель спрашивает, обсуждали ли вы вопрос освобождения Олега Харжана. Это есть в моем пресс-релизе, который я сегодня опубликовал, что мы обсуждали с комиссаром, который приехал из Совета Европы, все вопросы в целом по Молдове. И в частности, конечно, заключенных граждан Республики Молдова, граждан Республики Молдова, которые заключены незаконно в Приднестровье. Мы этот вопрос обсуждаем. Есть ли конкретика, когда прибудет с визитом Молдовы Владимир Путин или Михаил Мишустин? Какие вопросы планируются обсуждаться? У нас запланировано 13-15 мая визит госпожи Матвиенко. Надеюсь, что ничего не поменяется в свете последних событий. Форума в Сау-Петербурге не будет. Но у нас запланировано мероприятие здесь в Кишиневе. По поводу премьера либо президента мы будем обсуждать после этого визита. Несколько вопросов Клим Клименко, Григорий Петренко, не тот, который в Германии. И другие зрители задают вопрос по поводу термоэлектрики. Люди возмущены просто тем, что счета завышены, что счета выше, чем в прошлом году за январь-февраль. И что, я не знаю, у меня нет центрального отопления дома. Но говорят, что до сих пор термоэлектрика продолжает отапливать, хотя на улице плюс 20, для того, чтобы взимать деньги. А этой ночью будет минус 3-4. Так показывает генеральный центр. Если бы отключили, то что-то замерзло, были бы другие проблемы. Но я согласен, что есть вопросы, есть проблемы. Мы встречались в начале февраля с руководством термоэлектрики. Даже я в президентуре провел заседание. Нам обещали, что счета будет на 30-40% меньше. Проверим. На следующей неделе приглашу. Будем решать. Мы ставим вопрос жестко. Если не было выполнено то обещание, которое было дано. Я знаю, что вы встречались с руководством термоэлектрика. Вообще, насколько, господин президент, правильно, что президент занимается термоэлектрика. Президент встречается с импортерами бензина и дизельного топлива 2 недели назад. И они вам обещают, что они снизят цены. И снизят. И они вас обманули. Они снизили цены через 10 дней, когда на международных рынках на 30% упали. Нет, мы договорились, что они снизят цены для сельхозпроизводителей. Тогда же? Да. И они сразу снизили? Конечно. Любой сельхозпроизводитель, который обращался, они получали другие цены. Теперь на ваш вопрос. Почему в этой встрече, например, не непонятно, не участвовали представители Национального агентства по регулированию в энергетике? Это была их инициатива, не моя. Они сказали, хотели встретиться с президентом. Я сказал, хорошо. Я очень доступен. Но с точки зрения того, почему президент встречается, может быть, кому-то было бы хорошо, чтобы президент сидел в карантине в Кондрице, где-то в своем кабинете ни с кем не встречался. Мы этот вопрос не раз поднимали. Это все мои политические оппоненты. И, конечно, их очень это раздражает, что Додон такой активный. Что сегодня был, смотрел, мне тот же вопрос задали, когда я проинспектировал сегодня строительство одного участка дороги, вот этой кольцевой вокруг Кишинева. А будет заниматься президентом? Потому что это одна из моих инициатив президентских. И мы будем заниматься этими вопросами? А почему президент не должен заниматься? Если у президента есть поддержка правительства, если президент работает в единой команде с правительством, с парламентом, с генеральным мэром Кишинева, конечно, я буду этим вопросом заниматься. На таких встречах с заправщиками, вот с этими, я считаю, что вы должны были пригласить, по крайней мере. Это была такая инициатива. У нас независимые органы нет. Понятно. Проекты по строительству новых аэропортов, я так понимаю, что... Движение идет? Движение идет вперед? В этой ситуации пока возобновит работу нынешний аэропорт на полной мощности. Вопрос. Мы же не смотрим на перспективе двух месяцев. Мы же смотрим стратегически. Нам нужно в Маркулеште и Бельце двигать вперед. И здесь других вариантов не может быть. А с концессией? С Кишиневым? Здесь вопрос четкий и понятный. Мы будем возвращать обратно и будем аннулировать концессию. А что еще будем? И чем быстрее, тем лучше. Через наш, через международный. Чего бы этого нам не стоило, его нужно возвращать обратно. И все. Так, вопрос... Там мы можем и по-другим, и не только. Может случиться так, что инвестор сам придет и скажет, да забирайте вы, больше не нужно. Есть нюанс. Как только заработает один-два других аэропорта, как только мы разберемся с этими 9 евро, которые получает инвестор незаконно, по моему мнению, хотя вот это оформлено в договоре, за счет каждого пассажира, я думаю, что придет ситуация, когда так называемый инвестор придет, скажет, слушайте, забирайте, мне это не будет. Там уже непонятно, кто инвестор. Те же люди, просто прикрываются разными шермами. Гончар, Гончаров, Гончаров. Те же люди. Те же люди. Конечно, изначально те же люди. Наши люди в Израиле. Ну, ваши люди в Израиле, а не наши. Как? Это ваш коллега, вы были на свадьбе, вы были в партии. Я был на сотнях свадьбах. На сотнях свадьбах был. Кстати, опять возвращаемся к Пасхе и коронавирусу. Сложно прогнозировать, что будет с доставкой святого огня в этом году, потому что Израиль очень строгие меры принял. Там скопление людей. Я думаю, что вопрос очень непростой. Вопрос непростой. Я просто сейчас подумал. Людмила Петка, она несколько раз в наших передачах с вами задает этот вопрос, и я не зачитывал. Она уже меня обвиняет в злой умысел. Я сам из Охницы. Она пишет, Север Молдовы, в Охнице там нет врачей, нет медикаментов, нет дорог. Люди называют дорогой смерти. Север Молдовы очень коррумпирован. Надо что-то предпринять. Не прямо все так плохо, Север. Если говорить о Охнице, там наш председатель района был до сих пор. И я помню, как мы с 2014 по 2017, когда закрывали школы, с моей помощью не закрыли ни одну школу в Охницах. Я знаю, сколько мы там дали на дороге. Я знаю, что мы отремонтировали больницу в Колорашевке и в Охнице. Там есть этот участок, дороги ужасные, Атаки и Колорашевка. Нет, Атаки. Атаки Охнице, Атаки и Колорашевка, Атаки и Сороки. Нет, первый участок сложный. Это Сороки и Атаки, которые в этом году мы будем ремонтировать. Второй важный, это касается Атаки и Колорашевка, село Унгурь, где наш примар, кстати, родился недавно. У него дочка, поздравляю еще раз. Там тоже очень сложный участок. Я не раз там бывал, и будем находить средства несколько десятков миллионов рублей. Я знаю ситуацию. Знаю, занимался, и занимаемся этим вопросом, конечно. Мой долг был задать этот вопрос. Я в Колорашевке открыли больницу, которую хотели закрыть. За прошлом году я там был, открывал в Колорашевке больницу. Я был в Охнице, потому что говорят про врачей. В Охнице мы помогли для того, чтобы оборудовать и сохранить эту больницу в Охнице. Господин президент, это все, что я успел сегодня вас спросить. У меня еще вопросов много. Вы сказали, что через месяц встретимся, но... Я в вашем испражении. Спасибо большое. Спасибо. Ответственность. Ответственность. Еще раз ответственность. Мы надеемся, что наши граждане это понимают. Потому что зависит от каждого из нас. Я думаю, что мы справимся. Все будет хорошо. Справимся с этим вызовом. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Уважаемые телезрители, действительно, ответственность каждого, солидарность и осторожность, все меры предосторожности. Все будет хорошо. До встречи в следующую пятницу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова